Можно я постоять? Или постоять? Прошу любить и жаловать. У нас панданы 7-10 минут буквально. Идеальный конечный результат. Если перечислять должность, это будет очень долго. Нынешняя основная должность. Я в 2015, вернее в конце 2014 пришел вместе с командой ребят в Министерство обороны. Наверное, вы слышали про волонтерский десант, про те реформы, которые мы сделали в Минобороны. Это вот мы. И с января 2015 по январь 2016 я был заместитель министра обороны. И, собственно, мы засетапили первый офис реформ, который продолжает сейчас работать. Мы сделали, например, Прозоро, когда оно еще не называлось Прозоро, первыми были у нас. Мы тестировали площадку. И у нас там было много интересных вокруг этого истории. Например, когда мы тестировали Прозоро, люди, которые всегда работали в Министерстве обороны до этого, и мы вовлекали поставщиков регистрироваться на сайте. Понятно, никаких баз не было. Баз данных имею в виду потенциальных поставщиков. Мы их призвали регистрироваться. Был такой один полковник, он обзванивал зарегистрировавшихся и говорил, вы не регистрируйтесь, все будет как всегда, а это все компьютерная игра. Вот сейчас эта компьютерная игра, это самый успешный проект, лицом которого стал Макс Нефедов, руками которого стал Александр Стародубцев. Мы внедряли его, смотрите, мы запустили его как маст после отдельного решения Кабмина, отдельного приказа Министерства обороны. Мы его запустили с 1 июля 2015 года. Тестировать мы его начали в феврале, в начале марта 2015 года. До этого уже некое IT-решение было у ребят, которые начали это делать с конца 2014 года. Вот Макс Нефедов пришел в Министерство экономики, экономического развития и торговли в январе 2015. В феврале мы начали уже делать полностью архитектуру нашего решения. За полгода 2015 года мы сэкономили 200 миллионов гривен. Просто на Прозоро. Ну тогда еще это даже не называлось Прозоро. В своей лекции, которую я решил после призыва Демиана прочесть в Хабе, я буду говорить про государственное управление и про проектный менеджмент. Я думаю, что все, кто сталкивался так или иначе с государственным управлением, понимают, что чиновники и любые, кто работает в бюджетной сфере или в государственном управлении, всегда ориентированы на процесс и всегда мало ориентированы на результат. Это большая проблема. Особенно эта проблема актуализировалась, когда изменчивость мира и вызовы по отношению к государственности страны стали критическими. То есть, когда мы дошли до края, когда мы могли потерять страну. И стало понятно, что не изменять систему государственного управления невозможно, потому что мы потеряем страну. Вся наша институциональная государственная машина построена на осколках советских органов. Например, Министерство экономики построена на бизнес-процессах Госплана. Там когда-то еще совсем недавно портреты министров возле кабинета министра начинались с начальников Госплана. Там остались мебель такая, как в Госплане, коридоры, эти самые ковровые дорожки, просто чтобы вам передать дух этого всего. А проектный менеджмент, реформа это и есть проектный менеджмент. Любая реформа это проектный менеджмент, где у тебя есть целевая модель, где у тебя есть понятная дорога и распределение ресурсов во времени, где у тебя есть дорожная карта, где у тебя есть проектная команда и где у тебя есть проектный процесс, когда ты достигаешь или приближаешься к какой-то целевой модели. Вот, собственно, об этом будет то, что я планирую рассказать. Дебен попросил спросить обратной связи, чтобы вы хотели услышать, как потенциальные слушатели. Дайте, я скажу тоже, да. Смотрите, идея такая. В открытом лектории не могут быть пустых лекций. Лекция должна наносить пользу. Времени там очень немного. То есть либо мы делаем пустышку, либо мы делаем то, что нужно нам самим. Если у лекции может быть даже только три слушателя, должно быть полезно этим троим, потому что дальше там как круги по воде. Внимание, вы в профессии проектный менеджмент. В госпроектах, я так понимаю, что огромное количество рисков по внедрению и так далее, системы изменений. Там очень много всего. Даже если вы очень сейчас… Система очень агрессивна к изменениям. Очень агрессивна. То есть рисков там колоссальное количество. Вопрос. Что мы точно хотим выяснить в рамках очень короткой лекции? Первые самые главные вопросы, которые мы хотим. Потому что сейчас Юрий формирует для себя этот материал этой лекции. И ответит на вам только там уже в онлайн, в телемосте. Сейчас есть классная возможность. Давайте какие вопросы точно должны получить ответ. Вот поэтому микрофон в зал я отдаю. Елена Колтунович. Человек, который занимается реформами в системе образования. У меня к вам вопрос личный сначала. Не о программе, которую хотите читать. Скажите, пожалуйста, понимаете ли вы, что правительство является сейчас антигосударственным? Или вы считаете, что реформы просто супер? Вот как бы ваше положение. Вот смотрите, первый вопрос вы задали манипуляционный. Почему манипуляционный? Я его так оценил, окей? Это моя реакция. Нет, он абсолютно прямой. Я вам скажу почему, если вы хотите услышать это. Манипуляционный, потому что вы одно назвали другим. Повесили такой себе ярлык антигосударственный. Вот смотрите, послушайте меня. Я готов отвечать на ваш вопрос. Я его услышал, как мне кажется. Правительство, это не что-то на другой планете. Эти люди не приехали откуда-то, и они не другие по сути. Нравится? Вот поверьте, от вас тоже многое зависит. Вот от вас лично. Тогда поэтому, вот смотрите, правительство, и мы это доказали уже многократно в этой стране, это не что-то sustainable. Мы это можем поменять. Мы можем туда делегировать других людей. Мы можем навязать политику, которую должно реализовывать правительство. И это как раз гражданское общество и демократия, которое нам сейчас нужна. Вот вы хотите, чтобы я вам сейчас ответил, доволен ли я политикой правительства сейчас? Нет, не доволен. Вот тогда второй вопрос. Пожалуйста. Как вы... Возвращаясь к вашему первому вопросу. Считаю ли я политику правительства антигосударственной? Нет, не считаю. Я не доволен политикой правительства, но я не считаю его... Что оно разваливает государство, вы не считаете? государство страну понимаете обсуждая я хочу все таки второй вопрос услышать обсуждая тему государства я вам точно говорю что государство это не премьер министр президента который мы с вами нанимаем для реализации нашей с вами запроса на что то значит мы плохих людей наняли может быть не тех может быть вы могли бы быть хорошим например министром образования если вы этим занимаетесь пожалуйста я договорю простите у меня есть комментарий еще разок все начитанные все в порядке изучали что такое государство и еще из каких частичек оно состоит давайте стоять на той точке зрения и в точке частности про форму у меня огромная просьба не конфликтуете оно ради чего этот конфликт деструктивный это первое это я заметил мне неприятно когда такие диалоги происходят они не конструктивны абсолютно при всем уважении к вам при всем уважении к вам это реальный конфликт зачем почему на пустом месте и как только мы начинаем говорить о таких сущностях как государство абсолютно бесполезно потому что будут конфликты если мы говорим о таких сущностях как я сам который живет в этом государстве вот занимаетесь собой каждый и все и мы хотели эту лекцию сделать о том чем занимается Юрий и вопрос сейчас к этому если вы готовы в этом участвовать и остались сидеть на этом диване и мы сейчас хотим договориться пожалуйста вопрос что лично вы хотите услышать в этой лекции на какой вопрос это решать все равно лектор будет если вы хотите грамотную лекцию скажите какие грамотные вопросы поднять в этой лекции Юрий скажет окей это в моей компетенции буду рассматривать нет не в моей компетенции выходит за вот этот момент мы не можем обсудить все про государство спасибо тогда такой вопрос как вы будете реализовать свои вроде бы хорошие как вы говорите цели в среде которая это не принимает вот в министерствах допустим там налоговая инспекция или еще какой-нибудь то есть как вы какой-то позитивный свой результат будете внедрять внедрять в достаточно агрессивной не поддерживающей вас среде спасибо у меня есть ответ на этот вопрос по крайней мере это мое мнение оно будет состоять из нескольких частей если вам это интересно первое я считаю что в демократическом обществе давление на государство это гражданское общество и избиратели в любом случае в любой демократической стране в нашей стране повторюсь мы несколько раз показали что общество может изменить даже казалось бы очень устоявшуюся систему это первое второе послушайте мне пожалуйста вы же задали вопрос второе я считаю что изменять систему можно командами а если команды достигнут критической массы мы изменим институционально и программно систему государственного управления поэтому когда меня спрашивают когда я например задаю вопрос вот вы готовы идти работать в государственном управлении вот вы лично готовы почему а как тогда оно изменится если вот такие как вы не готовы согласен с вами но тогда тогда нужно чтобы нужно чтобы общество делегировало других людей и я верю в то что вот сейчас уже в Украине есть целое поколение людей для которых которые не помнят Советского Союза вот для которых советская ментальность является чуждым а Украина является ценностью вот для вот мы с мамой из разных планет я ее очень люблю это моя родная мама но она думает иначе она человек своей эпохи она человек Советского Союза она помнит что столица была в Москве я этого не помню у меня нет другой столицы чем Киев у меня нет другой страны чем Украина и я верю в то что наше поколение способно делегировать других людей и этих людей будет критическая масса и тогда старое поколение просто скажет теперь это ваше время сможем ли мы его использовать это вопрос ко мне и к вам в том числе а сейчас подруг вот смотрите страна в кризисе в жутчайшем кризисе если хотите в самом разном экономическом энергетическом институциональном в жутчайшем кризисе вот сейчас нужны кризис менеджеры причем я думаю время их эффективной работы будет недолгим вот это я думаю что окно возможностей может открыться еще на год максимум на два и за это время нам придется перегрузить систему вот эта система это такой старый запорожец знаете вот он в советское время ездил потому что был бесплатный бензин бесплатное ТВО а потом вот просто все перестало а он по прежнему ездит вот у него уже отвалилось одно колесо вот его уже кто-то толкает он же сам ездить не может но это запорожец нам нужна другая машина я верю в то что мы с вами достойны другой инфраструктуры жизни вот инфраструктуры в виде государства потому что государство не ценность государство инфраструктура жизни общества по поводу проектного менеджмента в госуправлении вы какие-то же кейсы изучаете наверное зарубежные все-таки ну какие-то все-таки нужно какие-то примеры брать что там сейчас происходит какие вы уже изучили и что там максимально близко к нам потому что Илья Коннекштейн например рассказывает про израильскую систему внедрения в чую слабо верю Украину кстати я считаю что например в армии израильская модель очень эффективная история вот в Израиле не бывает так чтобы мужчина не служил в армии у них не бывает политика высокого ранга который не воевал за свою страну у них не бывает того что ты там пошел и откосил от армии у них каждый военный вернее каждый мужчина знает что в случае мобилизации он имеет там оружие необходимое необходимые вещи и все что нужно в определенном месте он готов будет выступить на защиту родины в первые сутки мобилизации в первые сутки мобилизации они готовы призвать около 100 тысяч хорошо подготовленных людей которые занимаются обычной жизнью это про Израиль конечно же самыми интересными кейсами по внедрению реформ которые изучал я конечно это Грузия я был знаком и могу даже сказать что я дружил это для меня большой учитель Каха Бендукидзе который умер внезапно к сожалению я с ним виделся последний раз 1 ноября 2014 года мы с ним говорили о том что Украина будет другой вот тогда уставившаяся его фраза которая сейчас много цитирована что если вы не проведете реформы реформы за вас проведет Путин в этой стране и еще он сказал одну страшную вещь которая меня до сих пор очень беспокоит что если вы думаете что Украина будет всегда это неправда она будет ровно столько сколько она вам нужна потому что в Библии не написано что должна быть Украина всегда поэтому это наша страна вот это наш проект вот Украина это наш проект Грузия конечно же я знаком значительно меньше чем с Кахой но я восхищаюсь результатами Польши Балтийские страны Эстония удивительная страна которая стала такой IT страной вообще на постсоветском пространстве ну и наверное любой человек который интересуется госуправлением перечитал Дадыр из третьего мира в первой Ли Куан Ю это может быть не самый не самый релевантный пример для Украины маленькая страна фактически не очень демократическая система где Ли Куан Ю и его сын теперь управляет страной и его партия правящая уже много-много десятилетий но это секс-эсстори которая вдохновляет я думаю что здесь понимаете здесь сложная история не хочется придумать свой велосипед потому что я много слышал про то что Украина свой удивительный удивительный путь я вот только что с коллегами встречался в Днепре и рассказывал о том что король или президент какой-то африканской страны по-моему Зимбабве сказал что у них свой удивительный путь и издал приказ или указ о том что законы экономики в этой стране не работают только потому что у них свой удивительный путь у нас конечно же свой удивительный путь но мы должны изучить секс-эсстори других стран и ошибки других стран чтобы может быть учиться не только на своих ошибках меня зовут Алексей Бычков я во-первых с вами не соглашусь что государственная машина работает на процессы или заточена на процессы она на самом деле работает на результаты только эти результаты никому не нужны такие на которые они заточены раньше были планы пятилеток которые на бумажках были и те ребята которые сейчас работают по кабинетам у них цель выдать на гора бумажку но например никому из здесь присутствующих бумажка о том что мы рассмотрели ваше заявление и приняты меры и до свидания на улицах чище от этого не стало то что спасибо за вашу бдительность мы рассмотрели вот это для них результат но мы сейчас ждем от них других результатов и у нас после майдана появилась наверное с точки зрения вот правительства такая неслыханная наглость высказывает свое мнение вот что что мне непонятно о чем бы мне хотелось услышать вот я работаю в аутсорсинговой компанией и мне по роду моей деятельности приходилось общаться с заказчиками отечественные СНГшными и я от них очень сильно открестился вот вот не хочу фу гадость не буду не хочу вот Россия Украина Беларусь нет вот не буду принципиально но я повелся вот кстати на волне общественной деятельности взялись помогать одной госструктуре и вот после этого печального опыта я для себя сделал выводы что хуже отечественного заказчика может быть только заказчик отечественный чиновник и вот лично у меня желание больше со старыми людьми которые надели на себя новые вывески у меня желания работать вот нет никакого вот такой вот коллапс вроде бы и менять надо а не с кем и вот я не знаю может быть на эту тему как-то поговорить с кем-то ну потому что на самом деле руки опускаются и опускаются так аж бесповоротно постараюсь ответить я думаю что ваш пример того как работают чиновники с бумагами это как раз подтверждение тому что они работают не на результат потому что результат это когда заказчик доволен а не когда исполнитель сделал что-то правда же вы это знаете как проектный менеджер точно не хуже чем я поэтому бумага не может быть результатом у меня есть любимый пример по этому поводу что если верховная рада примет закон про то что ну просто для того чтобы демографическую ситуацию улучшить чтобы женщины беременности были беременны только на протяжении трех месяцев а не девяти от этого же ничего не изменится да или принять закон за все хорошее против всего плохого от этого тоже лучше жить не станет вот смотрите у меня такой диалог был внутри много раз но я для себя точно принял решение что Украина для меня ценность вот как мама вот ты же с мамой иногда можешь поругаться но другого тебя нет вот ты даже если эмигрируешь куда-то все равно родина остается здесь и государство оно неотъемлемая часть этой родины и мы не можем закрыть глаза и сказать это теперь не мое государство ты же не можешь закрыть глаза и сказать это не моя мама а вот а вот я а я вот стал и это мой выбор это мой выбор поэтому я решаю что я хочу изменить в этой стране я решаю что мы можем это сделать и мое поколение точно сможет построить другую систему управления на этой территории наверное мы пройдем через еще какое-то количество ошибок но другого пути я для себя не вижу поэтому да вот вы знаете когда человек растет государство очень часто сравнивается с человеком он падает набивает шрицы делает ошибки но он все равно должен вставать и идти Дональд Трамп шесть раз был банкротом но наверное ценно не в том сколько раз он был банкротом сколько раз он потом поднимался и шел дальше сейчас это президент Соединенных Штатов Америки я думаю что мы переживем еще не один кризис но это наша страна сложная ситуация потому что в данном случае действительно представляете команду государственную но при этом это вторичная история вашей жизни и более первичный человек мужчина проектный менеджер профессионал такие 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 это по сложной списке здесь такие ошибки здесь такие проекты проект изи бизнес в частности я воспринимаю вообще как частный проект он точно неотъемлем от государства потому что это была замена неких функций государства на другой платформе но это все равно часть системы управления государство это наверное и это мнение не только мое это самая высокая высокая степень управления когда ты управляешь не процедурами и процессами ты управляешь системами системами и конечно конечно же мне хочется возвращаясь к вашему вопросу мне хочется чтобы у нас институциональная и качественная система работала лучше мне хочется один раз проснуться чтобы у нас здесь было сервисное государство хорошая инфраструктура достаток и высокие зарплаты и качество жизни хорошая медицина но слушайте это уже всего не появится ну то есть мы же не ожидаем что знаете было когда-то в 2014 году хороший анекдот когда заседает правительство говорит слушайте у нас есть два пути один фантастический второй реалистический говорит один говорит путь если приедут марсиане построят здесь классную страну и улетят и улетят это горит реалистически понимаете ну смотрите давайте заканчивать если у нас ну просто митап спонтанный митап я понимаю что и вы не готовы но по меньшей мере вам надеюсь было интересно знакомство с Юрием гостям свои выводы вы должны были сделать я тоже честно говоря точно был не готов к такой встрече это я укатал мы познакомились с Демьяном два дня назад в фейсбуке нас познакомила Яника Мерила вот так случилось что я сегодня в Днепре и вот мы встречаемся да спасибо огромное спасибо вот так конечно есть Марина да пожалуйста скажите пожалуйста а каким способом обычные люди могут как бы иметь влияние ну в общем вносить идеи или что-то делать своим трудом своей жизнью вот просто сейчас пока непонятно как то есть вот есть люди а есть правительство как людям хорошо мы вот говорили об этом с Демьяном повторяю я его вижу впервые в жизни я его вижу вот 53 минуты мы с ним говорили про Элона Маска вот скажите Элон Маск поменял жизнь своей страны или даже мира конечно конечно он обычный человек он же не марсианин которого делегировали марсиане скажут ты внедряй Теслу и потом SpaceX нет он обычный человек он изменил вообще жизнь в стране ну в своей стране и в мире подождите я сейчас расскажу какая я вот возвращаюсь к девушке расскажу свою идею я не уверен что у меня идея по масштабам как Элон Маск но у меня есть у меня есть свое видение да так вот я же не исключаю что вот в этой аудитории есть новый Элон Маск или Ян Кум или Стив Джобс вот они меняют 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 же если говорить по простому конечно же голосуйте на выборах за тех людей которым вы доверяете больше и читайте программу а еще лучше баллотируйтесь вот вы же себе доверяете вы же можете на что добавлять вот вы например да вы же говорили про то что занимаетесь образованием это один из способов второй способ давайте культивировать Илонов Масков давайте друг друга поддерживать знаете как в этом в этой истории когда попал попал человек попал человек в зазеркале и видит там три три чана и возле каждого чана в чане варятся люди это вот на тот свет попал варятся люди и возле одного чана стоит много чертов он говорит что такое это говорит американцы они такие выдумчивые они сразу выпрыгивают друг друга поддерживают все выпрыгивают их приходится постоянно сбивать он говорит окей возле одного второго чана стоит один только черт он говорит ах кто это говорит ты знаешь это евреи вот они так группируются одного человека вытаскивают вот его сбиваешь и как бы все нормально говорит а возле третьего вообще некого говорит кто это говорит это украинцы как только кто-то высунется они сами его запихнуть назад, говорит, нечего даже сомневаться. Ну, обидная же история, правда? Вопросы про идею. У меня есть мечта, которую я называю целью. Я верю в то, что наше поколение способно на этой территории создать эффективное сервисное государство с высоким уровнем жизни для того, чтобы Украина вошла в большую двадцатку и стала региональным лидером между Балтийским и Черным морем. Я мечтаю это. Я хочу участвовать в реализации этого проекта. Спасибо за время. Спасибо. Хотел свой час, в любом случае, чтобы час, чтобы мы, как говорилось, так и сделали. Спасибо огромное. Я помню, у нас уже точно известна дата выступления Юрия. Мы анонсируем для вас в том числе. Вы можете подготовить вопросы лучше, раз уже сегодня было спонтанно. Уже готовьте тогда вопросы, будем в чате разговаривать. Спасибо еще раз огромное. Хорошего вечера. Я так понимаю, что вы улетаете завтра буквально уже. Все, чуть времени осталось. Все, я ушел. Вам хорошо.